швейная машина zinger принесли на ремонт выпала вот запчасть пружина вот такая вот и не переключаются программы зигзаг не делает программы не переключается если я убираю зигзаг то программа переключается так ну зигзага не дает никаких строчек не дает так ну в общем то нужно нам разбирать пластиковый корпус так как не реагирует на программы может что-то с копирами так ну надо открывать пластиковый корпус и смотреть что у нас там так снимаем наш столик откручиваем нашу боковую крышку так здесь вот вижу поцарапано возможно машина падала ну хотя спрашивал не падала ли машина сказали нет машина не падала так откроем челночное устройство разберем челнок так вижу носик челнока забит туповат так также игольная пластина побита так снимем также лапку так вот игольная пластина побита причем сильно побита видно что ткань придерживали и ткань тянули и спереди и задней стороны соответственно нитку будет обрывать так откручиваем винты так здесь саморез и здесь тоже саморез так откручиваем вот здесь вот винт так ну и дальше пошли по кругу смотрим так вот этот винт так этот можно совсем не откручивать при отпускаем просто так ну и вот эту часть здесь верхний саморез здесь верхний саморез так вот эти винты так и вот этот винт так открываем что у нас здесь так вот здесь вот у нас замочки так ну теперь нужно наверное нам снять вот эту вот штуку так снимаем 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 сняли так здесь по другому их не поставишь регуляторы так вот этот винт откручиваем отпускаем так ну вот судя судя по вот эти вот заусеницам я вижу что здесь корпус пытались вскрыть вот здесь вот здесь так так откручиваем вот этот винт это ножка здесь вот винт такой так вот здесь вот у нас в пасек соходит вот так вот раз есть заднюю часть мы снимали так ну и теперь нужно снять переднюю часть так ну и вот еще тут отверстие и вот здесь вот прикручен винт он вдали вот здесь вот есть прикручен винт и он держит нашу крышку значит вставляю сюда отвертку откручиваю этот винт саморез здесь саморез не винт так вот он у нас свалился вот такой длинный так каждая фирма старается воткнуть такой винт чтобы посложнее было разобрать у каждого свои хитрые интересные места видите и без этого винта вот он закручивается вот здесь вы не снимите переднюю крышку так ну все здесь разобрали ну и что у нас здесь получается так ну и что я могу сказать смотрите вот копир на зигзаг и он полностью расплющен значит слишком большое усилие было что он просто деформировался да но здесь совсем просто борозда идет по копиру вот вот так ну и смотрим я поставил на прямую строчку и смотрите где у меня иголка иголка в левой стороне от центра значит нам нужно отрегулировать иголку по центру в отверстие игольной пластины так значит я беру откручиваю откручиваю вот этот винт так вот и беру регулирую вот этот винт так вот у нас видите иголка у вас начала видите двигается иголка правее и левее так ну вот выставляю по центру так 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 вот выставляю по центру Продолжение следует...